Как работает вообще наша эмоциональная сфера? Как она должна работать? У нас есть три этажа. Три этажа нашего бытия. У нас есть наши потребности. Это первый этаж. И мы не можем не удовлетворять наши потребности. Наши потребности вызывают в нас определенные эмоции, эмоциональные реакции, которые нас побуждают каким-то действием, которые меняют наше состояние сознания, и которые занимаются нашей мотивацией, которые управляют нашим вниманием, восприятием, мышлением, поведением, даже памятью. Потребности наши мы не можем менять. Если, допустим, у меня есть потребность в том, чтобы питаться, в том, чтобы быть с другими людьми, потребность в безопасности, потребность в самореализации и так далее, я не могу убрать эти потребности никуда. С первым этажом мы не можем делать ничего. Это первый этаж. Второй этаж – это наши эмоции. Наши эмоции складываются из нашего эмоционального прошлого, где я пробовал удовлетворять свои потребности. Исходя из того, какие у меня были результаты, я имею определенные эмоциональные реакции. Допустим, у меня есть очень много эмоционального, негативного эмоционального опыта, связанного с построением отношений. Поэтому отношения для меня страшно. Отношения для меня больно. Отношения для меня – буллинг. Отношения для меня – это печаль. Отношения для меня – это отвращение и так далее. То есть это уже сформированная, выученная эмоциональная реакция, исходя из моего травматического, тяжелого эмоционального прошлого, где я пробовал удовлетворять свои потребности. И вот с этим уже можно работать. И вот с этими эмоциональными реакциями уже можно работать. Добро пожаловать на эмоциональную свободу. Если я имею симптом, если я имею проблему на втором этаже, на уровне эмоциональных реакций, я могу с этим работать. Я могу их корректировать. Просто исходя из того, что наши эмоции – это навык. Если это навык, я могу переучиться по-другому. Если я при слове «деньги» меня Кондратий обнимает. Если при слове «отношения» я начинаю плакать, обнимать коленки и слушать Максим в носках, в полосатых, и смотреть в окно. Если при слове «власть» я начинаю обильно потеть, у меня начинается тахихардия, это мой навык так реагировать. И вот с этим со всем можно работать, если, допустим, он мешает удовлетворению моих потребностей. Вот здесь, если мои эмоции неадекватны, эти эмоции можно причесать для того, чтобы они стали адекватны и помогали нам. Для того, чтобы не было никакого саботажа, прокрастинации, лени, для того, чтобы мне не приходилось себя мотивировать, дисциплинировать и так далее. Другие, освобожденные, причесанные от неврозов эмоции, сами наполняют вас всеми, всей мотивацией, энергией и так далее. Если у вас нет мотивации, энергии, посмотрите, либо это цели не ваши, либо вам мешает определенный ваш прошлый эмоциональный балласт, неадекватные эмоции. А третий этаж, это то, что мы знаем, то, что мы понимаем, это наше абстрактное мышление, это наши мысли, это вообще слуга. Третий этаж создан для того, чтобы каким-то образом легализовать то, что происходит на первых двух. Это потому, что, допустим, что вы в своей жизни хотите? Вот, задайте себе вопрос. Что вы хотите? Что вы хотите иметь? Что вы хотите уметь? Что вы хотите делать? Сколько денег вы хотите иметь? Какие отношения вы хотите иметь? Какую работу вы хотите иметь? Какую занятость? Кем вы хотите быть? И так далее. Второй вопрос, болезненный. А почему вы до сих пор этого еще не имеете? И вот здесь, с третьего этажа, посыпятся всякие удобные ответы. Удобные, это для того, чтобы вас не беспокоить. То есть, на третьем этаже я придумываю себе удобный ответ для того, чтобы на втором этаже не волноваться, не беспокоиться, не потеть, не переживать, не тратить драгоценную энергию. Поэтому весь процесс психотерапии, весь процесс использования всяких техник, вообще все традиции психологические, психотерапевтические, они созданы для того, чтобы интегрировать, чтобы привести в соответствие друг с другом эти три уровня, причесать эти три уровня. Но причесывание должно быть снизу вверх, от потребностей, через эмоции, к мыслям. Главное потребности. Главное, что я хочу. И так далее. Поэтому сначала мы задаем себе вопрос, что я хочу, в чем моя потребность? И ваши эмоции скажут вам о том, что вы хотите, в чем ваша потребность. Не нужно говорить, что я не знаю, чего я хочу, потому что вы в любой момент времени что-то чувствуете, и за любыми вашими чувствами стоят ваши потребности. А не знаю, что я хочу, это сигнал эха с третьего этажа. Можно называть это потоком? Да. Дело в том, что у нас появляются мысли только тогда, когда у нас что-то не получается. Когда вы счастливы, когда у вас все получается, вы ни о чем не думаете. Вы не думаете, как же мне сейчас хорошо. Наверное, мне хорошо процентов на 84,5. Как бы мне сделать это хорошо еще и так далее. Нет. Мы начинаем думать. У нас появляются мысли только, когда я с чем-то не справился. Когда что-то не получилось. И действительно, когда мы полностью интегрированы, когда мы находимся в моменте, мы ни о чем не думаем, можно сказать, что это и есть тот самый поток или внешне ориентированный транс, которого можно достичь и в том числе через упражнение нового кода НЛП. Есть такая история, как рамки внимания, рамки, рамки мышления. Есть рамка проблемы, есть рамка результата. Я могу фокусироваться на моих проблемах. Это у меня не так, здесь у меня не получается, здесь у меня не получится, здесь у меня недостаточно. Руки всего две, ноги всего две, глаза всего два, нос всего один. Вокруг много конкуренции, мне могут мешать и так далее. Проблема, проблема, у меня здесь проблемы и так далее. Я могу зафиксировать так себя в проблеме, а могу вместо этого говорить про результат. А какой результат мне нужен, а как я хочу, а как я могу это получить, как это может быть выглядеть и так далее. Рамка проблемы меня ограничивает, останавливает, бетонирует. Рамка результата меня вдохновляет, наполняет, мотивирует и так далее, освобождает. Есть рамка ошибки, есть рамка опыта. То же самое, если я сам себя задалбываю ошибками. Вот здесь я сделал плохо, здесь я недостаточно хорошо сделал, здесь я совершил ошибку, здесь я ошибся, здесь я упал, здесь я облажался, здесь я забыл, здесь я плохой, здесь плохой, 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 я себя бетонирую в рамке ошибки. Вместо этого я могу из каждого этого события вытаскивать опыт. Интересно, здесь у меня не получилось, здесь я совершил ошибку, какой опыт, какой вывод я могу из этого сделать, который помог бы мне в моем движении, помог бы мне в удовлетворении моих потребностей. Здесь я подошел к другому человеку и сказал, what's up, bitches and motherfuckers, и меня почему-то не возлюбили, какой вывод я из этого могу сделать? Наверное, нужно переходить на старославянский или на латынь. Любая ошибка может быть использована как опыт. И если я нахожу себя в ошибках, застрявших ошибках, в самогноблении, я могу исцелить себя, задавая себе вопросы. Что ценное, важное, полезное я могу вынести из этих событий, что поможет мне, что меня обогатит для того, чтобы я получал то, что я хочу. Удовлетворяла свои потребности, обучалась находиться с другим человеком и так далее. И то же самое, есть рамка возможности, есть рамка невозможности. Если я фиксирую себя в том, что для меня невозможно, через пятиэтажный дом невозможно для меня прыгнуть. Без еды, без там чего-то, без вискоса не выжить мне, не выжить невозможно. Если я буду фиксировать себя, задалбывать, загонять эти гвозди себе в психику, что для меня невозможно, я себя забетонирую. Вместо этого я могу обращать внимание, а что возможно, что прямо сейчас для меня возможно, что прямо сейчас я могу сделать, что прямо сейчас я могу кому-нибудь позвонить, прямо сейчас я могу пойти на какие-нибудь курсы ратовского мастерства, прямо сейчас я могу с кем-то провести время, прямо сейчас я могу кого-то пригласить к себе и так далее. Поэтому имеем три рамки. Бетонирующие, ограничивающие, токсичные. Три рамки освобождающие, питающие, ресурсные. Рамка проблемы. Рамка результат. Рамка ошибки. Рамка опыта. Рамка невозможности. Рамка возможности. Пользуйтесь. Продиагностируйте, в каких рамках вы рассуждаете. Речь ваша прямо расскажет вам, в какой рамке вы находитесь. Если вы говорите про проблемы, про ошибки и про невозможность, скорее всего вы в бетоне. Скорее всего вы в токсичных рамках. Просто вместо этого начните рассуждать, начните разговаривать в понятиях. Какой результат я хочу. Каким опытом, какой опыт я могу взять на вооружение. Что из моего опыта поможет мне в достижении этой моей цели. И что для меня возможно прямо сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует...